Сегодня прилетела новая семья из Казахстана. Как раз вот сидят передо мной муж, женой и дети. Карлос их привез в Тарбак, сам пошел договариваться насчет квартиры. Они полетят на границу где-то через 2-3 дня. Занимать очередь, ну и так далее. Пока Карлос занимается размещением семьи из Казахстана, совсем близкого центра, один квартал, они будут тут недолго. Я вам хотел бы порекомендовать посмотреть до конца этот видеоролик. В нем первая часть полезного видеоконтента от YouTube-канала Типичный иммигрант, Мигрант ТВ. Я записал для вас видео, связанное с взаимодействием вашего поручителя и вас, если вы окажетесь в дотейшн-центре, если вы приедете на границу без ребенка. Что ему делать, куда идти, как найти правозащитную организацию и как вытащить вас из дотейшн-центра очень быстро, чтобы вы провели там как можно меньше своего времени. Видео основано на реальных событиях. Я сам был в дотейшн-центре 2 недели, провел там 2 недели. Я знаю все подробности, мельчайшие подробности, потому что я сам лично столкнулся с проблемой, когда никто не знал, что я нахожусь в Калифорнии в дотейшн-центре. Я помогал себе тогда сам, это было 2 года назад. И хочу, чтобы вы использовали мой полезный опыт. Вот и так смотрите видео, спасибо, пока. А вот этого заключенного, пока вы не оттойте, заранее оплаченные все. Мы можем взять информацию вашей физитной и дебетовой карты по телефону и пусть и соединить вас с вашими звонками. Да-да, это тот самый голос, первое, с чем вы столкнетесь при первом звонке из иммиграционного лагеря. Этот голос услышит и ваш друг на другой стороне. Мы научим вас, как быстро наладить связь, потому что это самое важное во всем мероприятии подачи на убежище через иммиграционный лагерь. На свободе кто-то должен выполнять ваши просьбы. Какие просьбы и почему наладить крайне необходимую вам связь из лагеря с друзьями, знакомыми, залоговыми компаниями и правозащитными организациями часто просто невозможно. Подумайте о своей иммиграции заранее. Проконсультируйтесь с нашими специалистами. Будьте наследие.